Малолетний бизнес Безусловно, прямой целью сделать предпринимателей Конечно, нет, потому что прежде всего это школьники Что дает школьникам точка роста? Сибирская этника рядом Буду очень рад поделиться собственным опытом С молодыми студентами, выпускниками И, конечно же, понаблюдать за тем, что делают они И с радостью оценю это Сколько участников в этом году соберет фестиваль дизайна и искусства? От Сибири до Урала Играем, тренер дает установку, делаем, забиваем красивые голы Кто сразился в финале чемпионата по флорболу? Регионы с наибольшей безработицей В этот список вошла и Омская область Еженедельный отчет сегодня опубликовало Министерство труда страны Расчетный период с 13 по 19 ноября В список помимо нашего региона попали Мордовия, Крым, Алтайский край, Астраханская, Курганская и Еврейская автономные области Всего же рост безработицы зафиксировали в 60 регионах А вот некоторые показывают снижение числа безработных Это Татарстан, Коми, Кировская, Калининградская, Смоленская области А также Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и некоторые другие регионы Тем не менее, сегодня в Омске открывают 10 сезон молодежного проекта «Точка роста» Тренинги, лекции и деловые игры проводятся школьниками из 13 регионов области Что узнают дети и как поможет им проект, сегодня узнала и Ирина Сорокина 5, 4, 3, 2, 1 Сюда приехали дети, незнакомые с основами бизнеса Молодежный проект «Точка роста» помогает научиться планировать расходы, продумывать успешные идеи и создать свое дело Безусловно, прямой цели сделать предпринимателей, конечно, нет, потому что прежде всего это школьники И наша задача привить ему основы предпринимательской деятельности, основы экономики Чтобы они в дальнейшем могли правильно вести даже домохозяйство, но в том числе и возможность заниматься своим бизнесом Возраст участников от 14 до 18 лет Кураторы проекта – экономисты Иногда ученикам помогают сами предприниматели и юристы Обучение занимает два года На первом курсе дети создают и разрабатывают доходные бизнес-идеи А на втором – практика В прошлом году ученица выращивала зелень Во время обучения девочку заметил владелец магазина и сейчас продает ее товар Поэтому самые распространенные – агропроекты У меня был проект «Чудо-ягода» Мы выращивали клубнику, у меня напарница Но сейчас я одна Мы выращивали клубнику, свая теплица И в Азовском районе мы по этому проекту заняли первое место Здесь есть второкурсники точки роста Участники признаются, что несколько раз меняли концепцию В этом году мы выбрали другой проект, потому что кофейню реализовать непросто подросткам И в этом году мы делаем проект «Стенд-аут» В этом проекте мы оформляем футболки однотонные на заказ тканем и краской Первые полгода новичков обучат основам бизнеса В конце учебного года участники защитят свои проекты сначала на конкурсе в районах, а потом в городе В апреле победитель регионального конкурса получит денежный приз Ирина Сорокина, Сергей Пайхалов, Антенна-7 А молодые профессионалы продолжают борьбу за победу на региональном этапе конкурса WorldSkills В Омской области «Старт» взяли 200 участников Как из местных колледжей, так и из средних учебных заведений Из Владимирской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Смоленской областей, а также республики Хакасия Новый раздел, посвященный ветеринарии Сегодня заинтересовал Евгения Нефанова и Юрия Дорошенко Тут с порога понятно Пациент в заботливых руках Тяга к животным у Насти с детства Вот и сейчас ее окружают Дома кошка и собака, во дворе свиньи, а на ферме, где работают лошади Дома кто-то заболел из животных И ты уже понимаешь, что это, как ты это уже проходил Ну, так же самое на учебе Ты понимаешь, что вспоминаешь практику, что ты делал Ну, и малипуляции те же, ну, делаешь дома Здесь же показать навыки и узнать свой уровень Вот как проводят реакцию на лейкоз Студенты уже умеют это И теперь важно справиться с волнением и повторить при судьях В Омской области ветеринаров готовят в трех колледжах До выпуска добираются в лучшем случае двое из трех Роман Макроусов из Стары Обратный пример Юноша приехал из Хантамансийского округа И поступил на переработку нефти и газа Но всего спустя месяц учебы понял, что его интересует совсем другая специальность Тут скорее важно наработки прошлого То есть ты не должен подойти и с первого раза все сделать Ты должен над этим работать какое-то время перед конкурсом То есть подготовка вся, которая занимает там не один месяц Я хочу получать высшее образование по той же специальности, которой сейчас учусь И в дальнейшем планирую стать ветеринарным врачом И если людей лечат врачи десятков специальностей То животных ветеринар Он и на сто километров вокруг бывает один на все про все И вот на столе одна из характерных ситуаций Это муляж, настоящий муляж Конечности лошади На нем мы разместили из материалов Которые специально изготавливаются промышленностью Для имитации деятельности По зашиванию рана И мы такие ткани нанесли И на них сделали раны Одна из ран находится в области сустава Вторая ниже сустава на неподвижной части конечности И эти раны по условиям конкурса загрязнены Соревнования проходят в корпусе Аграрно-технологического колледжа в Новоомском Впрочем, еще недавно в этом здании шумела тракторная мастерская А ремонт сделали и оборудование закупили благодаря чемпионату Не было бы Волскилса, у меня это оборудование может быть и не появилось бы Мне бы пришлось ехать в лабораторию договариваться Чтобы ребятам показать настоящее современное оборудование А сейчас они на практику приходят в лабораторию И уже знают, как работать на этом оборудовании Потому что оно есть Я их ни на словах учу, ни на... Интернет позволяет учебные фильмы, инструкции и все остальное Но работе на аппарате по бумажке научиться невозможно Лаборатория послужит еще нескольким поколениям студентов А прежде здесь раздадут еще несколько конкурсных заданий Рабочий стол, салфетки, гель, тампоны и самое главное вот этот портативный УЗИ-прибор Уже завтра на площадке этапа конкурса Волскилс Испытания продолжатся Этот конкурс будет называться Исследование ультразвуковое брюшной полости домашних животных Евгений Нифанов и Юрий Дорошенко, Антенна 7 Молодые дизайнеры из Сургута и Улан-Удэ впервые приедут в Омск Вместе с ними еще 70 участников из 7 городов России Все хотят почувствовать сибирскую этнику Фестиваль дизайна и искусства начнется в Омске через 10 дней Студенты Института дизайна в спешке отшивают свои коллекции Организаторы приоткрывают секреты на пресс-конференции Уже месяц Женя корпит над своим платком Каждую свободную минуту дорабатывает изделие до идеала На камеру показать пока не может Таковы условия сибирской этники Первый раз третьекурсница участвует в конкурсе образы покрова Я взяла образ Божьей Матери и переработала его в таком футуристическом варианте И сам образ будет выполнен из зеркального пластика То есть будут прикреплены такие шестиугольные зеркальные пластины Которые будут составлять силуэт Божьей Матери И то есть когда будут нести платок, будет видно, что люди будут видеть себя Мы вместе есть Бог, назвала свой аксессуар Женя Обычно околохристианские коллекции платков демонстрируют на покров день в октябре Но в этом году конкурс задержался Впрочем, как и зима в Омске, оправдываются организаторы Кроме головных уборов на нем покажут этнические костюмы Заявлено 70 участников Очень приятно, что нас поддерживает площадка, на которой мы проводим все три дня Это 6, 7 и 8 декабря Это площадка Омской крепости, музей искусства Омска Поэтому, конечно же, я сразу анонсирую и всех зрителей Очень-очень мы ждем на эти все три дня, потому что они очень разные Девиз сибирской этники 2019 – человек и цифровое пространство Дизайнеры должны соединить в своих работах этнокультурные мотивы с диджитал-технологиями Сложно, но можно, говорит ректор ОМГТУ Анатолий Косых Много лет его технический вуз поддерживает творческий проект Так что фэшн теперь и его профэшн Сейчас фэшну придают немаловажное значение Есть даже в агентстве стратегических инициатив направление фэшн-нет Есть разные неты, в том числе и фэшн-нет Мы по мере возможности активно участвуем в этом проекте Потому что для нас он важен как взаимодействие с региональной средой То есть это проект направлен на городскую среду А не на сам университет А это очень для опорного университета важно Судить молодых дизайнеров будут опытные и модные В жюри этого года Дима Нео Успешный модельер недавно обзавелся собственным брендом А начинал он в Омском институте сервиса Я буду очень рад поделиться собственным опытом С молодыми студентами, выпускниками И конечно же понаблюдать за тем, что делают они И с радостью оценю это Погружусь вновь в эту атмосферу Атмосфера на пресс-конференции тут же поменялась на модную Спикеров потеснили модели На девушках одежда местного бренда Автор Ольга Вахурова с одной стороны завидует сегодняшним студентам У них есть шанс проявить творческий эгоизм Создать коллекцию, невзирая на спрос и не думая о деньгах С другой стороны, настоящие сложности впереди В политехе не учат продавать свои шедевры, только творчество Только творческая среда развита Именно такой прикладной специальности у нас нет И это очень мешает, когда ты выпускаешься из института У тебя есть прекрасная творческая база, идеи Ты в принципе даже ощущаешь своего клиента Но ты не знаешь, как это сделать И просто набиваешь шишки Выпускники не знают, как продать одежду Как развить свой бренд и открыть магазин или ателье в Омске Потому на третий день фестиваля Участников ждут бизнес-лекции и прикладные семинары Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7 Что не день, так порция интересных новостей летит прямиком из интернета Мы всегда читаем посты и комментарии к ним Рукописные угрозы сегодня обсуждают подписчики паблика «Аварийный Омск» Автор этого поста сфотографировал листок бумаги На котором печатными буквами Видимо, чтобы невозможно было определить почерк Тут же предположили комментаторы Некто оставил злобное обращение Автор публикации разыскивает оставившего письмо Кто-то, как минимум, не очень грамотный Тут же сделали вывод комментаторы и добавили Так уважать надо окружающих Видимо, вы ставите машину свою не там, где положено Надо просто учесть сей факт И больше не парковать там, как вариант, конечно Дружище, отзовись! Сегодня на космическом мосту подрезал меня лихо И в топку, как последний плохой водитель Будь мужиком! И вновь в аварийном Омске разыскивают нехорошего человека На сей раз действие, а именно момент экстремального перестроения Попал на видео Автор поста и этого ролика винит в том, что его авто пострадало Водителя темной Тойоты У тебя касание с ограждением Надо было его притирать тогда А так ничего не докажешь Сам виноват Дают советы в комментариях Неизвестно, связались ли друг с другом водители Новыми бланками полисов ОСАГО Сегодня поделились читатели паблика Регион 55 По несмолкаемому смеху за кадром Понятно, что это всего лишь розыгрыш В комментариях поддержали юмором этот пост Так это ж для пьющих водителей Как в старые времена были большие пропуска Пойманных за пьянку на работе На проблемы с канализацией у здания администрации города Намигает пост в группе ЧП Омск Ну не карма ли это? Перед центральным входом в мэрию Образовался серьезный засор в трубах И скоро прямо перед крыльцом разроют яму И снова у мэра будет повод попрыгать через препятствия Сообщает автор публикации На фото действительно машины аварийной службы И шланг, устремленный в колодец В комментариях не поскупились на предположение вероятного засора А не надо документацию в унитаз смывать Но канализация дело, как говорится, житейское Продолжаем купаться в пучине омских постов и комментариев Гонбалисты Омского клуба «Скиф» сыграли два домашних матча С одним из лидеров нынешнего чемпионата Клубом «Технолог Спартак» из Белгорода В первом поединке наши спортсмены уступили 34-36 А вот о втором матче команд расскажет Владимир Истомин Цепкая игра в защите, кураж вратарей, промахи нападающих Гонбалисты «Скифа» чуть точнее соперников 3-1 на старте матча Обмен голами Игроки «Скифа» Дмитрий Абрамов и Владимир Нагорный Отлично реализовали свои моменты в быстрых атаках Десятая минута «Скиф» сохранил лидерство в счете 5-3 Чувствовали уверенность Все получалось в защите, в нападении забивали Были, конечно, и потери, но мы держали баланс Важные минуты матча Наши гонбалисты попытались развить успех Гости решили максимально использовать свои сильные стороны Прежде всего преимущество в опыте и глубине состава Одна спецбригада выходила на розыгрыш мяча в атаке Вторая с жесткой плотно действовала в защите Сильный ход белгородских тренеров принес свои плоды Технолог сравнял счет и мог выйти вперед «Скиф» выручил вратарь Вячеслав Шуйский Галкибер отразил несколько сложных мячей Двадцатая минута 10-10 Играл у вас с защитниками Защита помогала, я играл Закрывал свое Концентрация, самоотдача Владимир Нагорный еще раз блестяще реализовал выход один на один И вывел нашу команду вперед 13-12 Белгородцы четко выполняли тренерскую установку Забили броском из-под защитников Реализовали семиметровый Получили численное преимущество Игроки «Скифа» проявили характер Разыграли быструю комбинацию Артем Дробков забил красивый гол Первый тайм завершился в ничью 15-15 Тяжелый гол был, очень тяжелый Попал вратарю между ног и забил Новые ходы в начале второго тайма Наши гонболисты попытались атаковать через фанги Здорово сыграл вратарь-технолога Денис Палихов Три спасения голкипера Два точных броска в атаке Эмоции, подъем, динамичный отрезок Несколько ярких атак белгородской команды Гости вышли вперед 23-27 Изначально внимание выделили тому, чтобы вернуться в защиту Возвращали в защиту Пресекли быстрый переход команды И вратарь помог Начали реализовывать броски Доводили до края, до меня Задняя линия хорошо сыграла, эффектно Все забивали Волевой рывок «Скифа» Артем Дробков и Дмитрий Белиновский Сократили разрыв до двух баллов 26-28 Белгородцы взорвались резкой И результативной серией 27-35 На финише матча мячи Лишь немного сократили разрыв «Скиф» уступил 30-37 Буквально пару-тройка Незабитых мячей Я думаю, психологически команда Выбила из колеи И после этого уже Я думаю, что Тяжело было вернуться в игру Ну и соперник, соответственно, почувствовал Кураж И как-то легко Все им давалось Два следующих матча чемпионата Гонболисты «Скифа» проведут на выезде 4 и 5 декабря Наша команда Сразится с клубом Эконила Бобров Из Воронежской области Владимир Стомин Юрий Дорошенко Антенна 7 Авангард выиграл у подольского «Витязя» Наши хоккеисты со старта взяли высокий темп Хорошо комбинировали, прессинговали и много бросали На 10-й минуте отлично реализовали численное преимущество Семен Кошелев открыл счет в матче Ястребы продолжали атаковать, но не смогли развить успех Игра выровнялась Во втором периоде моменты были у обеих команд Удача была на стороне наших хоккеистов Тейлор Бек поразил ворота с рикошетом от ноги защитника В третьем периоде ястребы забили в силовом стиле Евгений Грачев точно бросил после паса из-за ворот Авангард победил 3-0 Мы сыграли уверенно и сплоченно Забросили первую шайбу в большинстве Повели в счете Затем во втором и третьем периоде здорово катались Принимали грамотные решения Действовали так, как должны были Не позволяли противнику многого Сегодня все сыграли здорово От Игоря Бабкова и до каждого полевого игрока Отличная работа наших ребят Абсолютно заслуженная победа Четыре следующих матча Авангард проведет на выезде 28 и 30 ноября Ястребы сыграют в Пекине с Кунь-Лунием 2 декабря матч в Хабаровске А четвертого поединок с Сибирью Решающие матчи сыграны в чемпионате Сибирского и Уральского федеральных округов по флорболу В спортивном комплексе Юна соревновали 8 команд из 4 регионов В финале сразились омские спортсмены Чемпионы России, клуб Сибирь И своеобразная сборная всех перспективных игроков нашего региона Под названием молодежная команда Сибирь По периметру площадки перемещался Владимир Истомин Прессинг с первых секунд Хороший бросок молодежной сборной со штрафного Борьба за инициативу Блестящая игра нашей главной команды Флорболисты Сибири чемпионы России И в новом сезоне игроки только прибавляют Грамотные смены, нагнетание темпа Быстрые комбинации, мощные броски Яркий отрезок, три гола Первый с элементом удачи Бросок от борта, благоприятный отскок от рук вратаря Затем прессинг, подбив клюшки, завершение на дальней штанге Красивый финт и точный бросок из-под защитника Нападающего Зубайдулоу Байдулаева 3-0 Мы там взяли, сразу там играли прессинг Они и подсели, они сразу же подсели Мы бросали, бросали, из-за его добились Первый забили, там уже два быстрых опять гола И свою игру нашли Высокие скорости Обе команды держали темп Молодежная сборная настойчиво пыталась выжать максимум Из прессинга создала пару моментов Отлично сыграл вратарь Сибири Никита Фадеев Натиск нашей главной команды мощнее Каждая пятерка игроков действовала технично, изобретательно Финты, перемещения, открывания, броски, даже перехлест эмоций Два удаления в середине второй 15-ти минутки Пока молодежь перестраивалась с прессинга на позиционную атаку Сибирь провела классные контр-выпады Сначала Никита Маслаков сделал великолепную передачу на Ивана Пышного Форвард забил и напомнил, что начинал заниматься спортом с акробатики Затем Дмитрий Гончаров мгновенно перевел мяч на Евгения Большакова Два гола в меньшинстве 5-0 Мы здесь с Димой одноклубники, сыграны Играем, тренер дает установку, делаем, забиваем красивые голы Все получается Каскад разнообразных атак в третьем периоде матча Игроки молодежной сборной горели с желанием отыграться Команда хорошо сыграла в турнире Победила соперников из Свердловской и Новосибирской областей Заслуженно вышла в финал Пройти оборону чемпионов страны сложная задача Команда довольно молодая у нас Игроки молодые, да, маленечко не хватило физики, может нет, не хватило техники Все-таки со взрослыми мужчинами уже играем Сибирь завершил игру бодро, активно и на классе Серия интересных изобретательных атак И мастерский щелчок Никиты Маслакова под занавес матча 6-0 С первых минут начали навязывать свою игру И на протяжении всей игры поддерживали тот темп, в котором начали Все-таки у них команда помоложе Немножко где-то не успевали И, думаю, еще сказался опыт нашей команды Сибирь выиграла золото третий год к ряду Молодежная сборная завоевала серебряные награды Прибавили в мастерстве и команды из соседних регионов Флорболиста Новосибирска, Кемерово и Екатеринбурга Итоги турнира подвел президент Федерации флорбола Омской области Дмитрий Брюханов Состав значительно молодился Сборная команды Омской области Показали хорошую игру Уверенно прошли весь турнир И заслуженно победили, я считаю Очень радуюсь, что команды из других регионов прибавили И уже могут ставить конкуренцию нашей команде Впереди еще одно крупное флорбольное событие 6-8 декабря в Омском велотреке пройдет тур чемпионата России Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7 И на сегодня это все новости Встретимся и в эфире, и в интернете Новости Официальная группа ВКонтакте Опа! Скоро зима В магазинах швейной фирмы «Лидер» Зимнее пальто Всего за 4800 рублей Размеры с 46 по 68 20 декабря ДК Рубин Предновогодний мюзикл для всей семьи Холодное сердце Вы не согласны с расчетами вашей пенсии? Вам не засчитан период учебы или службы в армии? Не засчитан льготный стаж? Получите консультацию у профессиональных юристов Центра Сиберия Запись по телефону 33 99 44 Омск встречай с 18 сентября на Карла Маркса в 89 Куртки и пуховики от производителей по оптовым ценам На ярмарке Ермак Размеры до 72 Спешите! Карла Маркса в 89 Остановка Рождественского 9 декабря Музыкальный театр Юбилейный тур ансамбля «Песняры» Юбилейный тур ансамбля «Песня»